вы пришли потому что будет кому рассказывать не как сюда ходит китайский студент он с программ экономики статистики он просто интересуется программами разными он смотрит расписание саму расписание годится он ходит на все занятия ну вот-вот-вот он такой он такой он занимается еще попутно самообразование почему ходит на мат анализ потому что он с экономики и статистики там от анализов на первом курсе он правда там все охватывает многие переменные но понятно что ваши программы лучше расстроены у нас небольшая программа значит мы закончим с системами ленинных уравнений с примерными коэффициентами выведем знаменитую формуле убили потом перейдем к уравнением иного порядка поймем что они слоятся к системам довольно естественным образом поэтому их значит особо не нужно можно результатов известные систем приложили уравнений и если время позволит то докажем теорему штурма вот я повесил пятую домашку вы видели тексты она висит москва но мои родители родились не москвы да мама мама дочь военного родилась ленинграде а папа у меня родился вообще в тверской области маленьком городке совсем а вы еще ленинград в крупном городе нижней побольше и примерно примерно одинаково чуть поменьше я в нижнем был последний раз четырнадцатом году как раз было совещание посвящено образовательному процессу с выездом из москвы хорош хорош он красивый кремль красивый и несколько раз крупная река кафта дает есть канатная дорога которая дает сбор я 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 Итак, мы сейчас закончим материал, связанный с системами. В основном однородные системы разбирали. И довольно неизбежно мы стали рассматривать вот такую матрицу, в которой записаны вектор функции. Ну, то есть эта матрица, понятное дело, раз n столбцов, она размером n на n. Каждый вектор n-мерный. И если найти детерминат такой матрицы, то он называется Вранскианом. Ну, я перечислю свойства Вранскианов. Эти свойства основываются на тех теоретических результатах, которые мы разбирали в предыдущей лекции реально, когда мы обсуждали линейную зависимость и независимость системы функций. Итак, это и система функций. То есть, вообще говоря, это произвольные функции. Но в какой-то момент мы захотим, чтобы они были решениями вот этого, вот этой системы один, например. Но я про это скажу. Итак, какие есть результаты? Ну, вот в английском языке есть слово proposition, которое переводится как предложение. Это такой теоретический результат, который не сильно сложный, и поэтому как бы не тянет на теорему. Ну, например, предложение 1. Предложение 1. Если система вектор функций линейно-зависима, то бронскиан, порожденный этой системой, даже здесь не равняется нулю. Ну, на каком множестве? Тут я не написал. Тут, на самом деле, когда обсуждается эта система, говорят, что х лежит где-то между альфой и бета. Ну, будем придерживаться вот этого сегмента. От альфа до бета будем придерживаться. Значит, доказательства. Ну, тоже напишем здесь х альфа и бета. Доказательства очень простое. Основанное на определении линейной зависимости системы функции. То есть понятно, что... Так, сюда... Здесь можем тоже написать. Да, то есть понятно, что у вас должна найтись нетривиальная линейная комбинация, линейная комбинация, равная нулю. То есть для всех х из этого промежутка вот эта сумма, ну, то есть линейная комбинация, она равняется нулю. Тогда понятно, что вы можете домножить первый столбец на c1, второй на c2, и тогда на cn. Все это сложите, и у вас получается нулевой столбец, и стал быть Францкиан равен нулю. Вот. Тогда из этого предложения 1 вытекает немедленно предложение 2, которое звучит следующим образом, что если нашлась точка х0 из отрезка альфа и бета такая, что Францкиан в этой точке не ноль, то система функции линейно независима. Я внизу, но зато там видно все. Ну, это все та же система, по которой строится Францкиан. Линейно независима. Доказательство, конечно, очевидное, потому что если предположить, что система линейно зависима, то тогда мы переходим к предложению 1, и Францкиан должен быть та же действия равен нулю. Но он же не ноль, та же действия на Францкиан, он нашел в некоторой точке, значит, он отлично от нуля. На самом деле он отлично от нуля на самом множестве, на целом, потому что я, может быть, не сказал, но когда мы вычисляем Францкиан, мы имеем дело с непрерывными функциями, понятное дело. Поэтому Францкиан тоже непрерывная функция, поскольку Францкиан построен как определитель на системе непрерывных функций. Вот. И теперь новое предложение. Мне нужно будет немножко постирать, наверное. Новое предложение. Вот это я сотру. Раз, раз, предложение. Это будет предложение 3. Предложение 3. Вот оно немножко отличается от первого-второго тем, что пусть система функций состоит из решений 1. Тогда, если Францкиан обратился в 0, ну, в какой-то точке, то система функций является решением. Линейно-зависима. Линейно-зависима. Значит, стоит обратиться в 0, в Францкиану, как оказывается, что система линейно-зависима. Это немножко необычный результат, потому что могу привести такой пример. Давайте рассмотрим системы, состоящие из двух вектор-функций. Здесь у нас будет вектор постоянный 1,1, а второй вектор будет x,x. Так? Легко посчитать, ну, просто в уме, Францкиан. Францкиан не то, что обращается в 0 в одной точке, он просто тождественно равен 0. Он просто тождественно равен 0. Тем не менее, очень легко проверить, что вот эти два вектора линейно-независимы, потому что при попытке образовать нетривиальную линейную комбинацию, у вас ничего не получится. У вас будет c1 плюс c2 на x равняется тождественно 0. Значит, какая линейная функция тождественно равняется 0, только если ее коэффициент равняется 0. Это о чем говорит? Это ведь на самом деле не контрпример предложения, а просто говорит о том, что не существует система второго порядка вот такого типа при какой-то непрерывной матрице, решениями которой являлись две функции. Вот такой интересный побочный результат конкретно. Видите, как? Ну, давайте предложение докажем. Значит, как доказывается? Итак, что мы видим? Значит, мы видим, что у нас в какой-то точке столбцы матрицы, детерминат, который является вранскианом, линейно зависим. Так? Это нетривиальная линейная комбинация. То есть мы можем вот так вот написать, что у нас есть цииты, уиты, взятые в точке x0 и изменяется нить до n и образовался 0. Давайте уберем x0 и запишем. Есть некоторая функция, которая определяется нами вот такой формулой. Пусть есть такая функция. Что мы про эту функцию знаем? Первое. Эта функция является решением системы 1. То есть мы видим, что dz по dx равно a от x на z z от x. Так? Понятно, почему. Потому что была такая лемма под названием принцип суперпозиции. То есть если у вас есть система решений и вы как-то образуете линейную комбинацию с произвольными вещественными числами цииты, вы снова получаете решение. Но мало того, вот это решение z в точке x0 равняется 0 дополнительно. То есть вот то, что написано здесь, как всегда, терминология такая. если наряду с системой вам дан начальный вектор, то есть еще есть y от x0, это постоянный вектор, да, то это возникает задача Каши. Вот. А мы ссылались на теорему, но нам не доказанную, но ее можно доказать. просто технически это сложно достаточно сделать. Нам не хватает функционального анализа. Я вам рассказывал, как-то просто не хватает. То есть у нас должны быть нормированные пространства, пространство матрицы и так далее, поэтому я пренебрег доказательствам, но в принципе это можно сделать. Так вот, эта теорема утверждает, что вот эта подобная задача Каши имеет только тривиальное решение. Почему? Ну, 0 годится, 0 можно подставить, нулевая функция в любой точке равняется 0, и можно подставить сюда. А теорема звучит как теорема существования и единственности. Других решений нет. И это говорит о том, что вот это z от x или вот эта вот комбинация линейная даже здесь равняется 0. Вот так. Вот такое простое доказательство. И так мы доказали все вот эти три свойства в Ранский Ан. Теперь мы приступаем к выводу важной формулы. Да, прежде чем будем формулы выживать, я вовремя вспомнил, вовремя вспомнил. Значит, все по порядку. Формулу успеем вывести. Немножко надо еще поговорить. Значит, я, по-моему, в прошлую пятницу говорил, что в прошлое не могу говорить. Позапрошлую пятницу говорил, что если мы образовали систему из n линейно-независимых решений, то когда мы составляем вот такую матрицу, она называется фундаментальной матрицей решения системы. Это столбцы, как всегда. Вот. И мы уже знаем, что детерминант на самом деле Творонскиян, конечно. Вот. Он не обращается ноль нигде. Ну, согласно предложению. Предложение номер три, вот, которое было только что доказано, не может так получиться, потому что обнуление в одной точке говорит о том, что система линейно-зависима, а мы договорились, что давайте выберем n линейно-независимых решений данной системы и упакуем в матрицу. Это будет, конечно, Варенский ам. Вот. Значит, довольно легко проверить вот такое тождество. Взять вот эту матрицу, она фундаментальная, вот просто, но это, правда, не русская буква F, а FI, заглавная, греческая естественная. Вот. Значит, легко проверить, что производная этой матрицы равняется A от X на FI от X. Легко проверить. Так? Ну, потому что каждый столбец является решением, и вы образуете левую часть просто записывая в виде матрицы последовательность столбцов, вот этих столбцов. То есть, вы дифференцируете Y1'', Y2', Y1'', вот это получается F' матрица, она стоит слева, а справа, конечно, у вас решение любое с произвольным номером здесь удовлетворяет правой части. Поэтому все это стыкуется вот таким образом. Вот. В частности, нам потребуется для будущего, что мы можем сказать, что A от X матрица, которая дана, она равняется F'', ну, F' на самом деле. А здесь будет стоять обратная матрица, которая, естественно, существует. Вот такая вот интересная формула, которая в какой-то момент пригодится. Она без названия, просто форма. Вот. А теперь знание фундаментальной матрицы позволяет выписать общее решение вот этой системы однородной знания. Вот. Это довольно очевидная формула, то есть ее даже выводить не стоит. Вот. Как найти Y общее решение, да, то есть произвольное решение? Это вот эта фундаментальная матрица от X умноженная на C. И C произвольный вектор из R' А если вы сомневаетесь, просто можете подставить, и все получится. Знание фундаментальной матрицы позволяет написать общее решение. Еще интересный момент тоже вот расскажу, а потому что потом уже это будет как-то не очень соответствовать материалу, это будет выглядеть немножко как-то странно. Вот. А сейчас самый раз рассказать. Наряду с системой один есть система два. Система два неоднородная. Здесь стоит f от x. f от x, понятное дело, вектор функция, непрерывная, тоже на отрезке альфа-бета. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает метод вариации постоянных. он очень легко выводится. Смотрите, мы помним логику, как это делается. Сначала обнуляется правая часть, от 2 переходим к 1. Ищем фундаментальную систему решений, ее можно записать как матрицу φ. Восстанавливаем правую часть и говорим, что мы найдем решение уже не однородной системы, только вот эту формулу мы скорректируем. Там c константа, это постоянный вектор, а тут мы напишем c от x. А вдруг у нас получится. Мы действуем немножко наобум, как в свое время Лагранж делал, но все получилось. Просто так устроена природа. Все получилось. И подставляем сюда. Значит, смотрите, левая часть. Это просто производное произведение. Это левая часть. Правая часть. Это правая часть. Теперь мы обращаем внимание на формулу, которую я умудрился стереть только что. Формула такая, что у нас f' от x равно а от x на f от x. Вот. Эта формула нам сейчас пригодится, потому что мы подмечаем, домножив на c от x левой и правой части, у нас получится вот так. Они уничтожатся. Что нам еще надо? У нас, в принципе, все готово для нахождения c от x. Потому что c от x интегрировать придется. Это неизбежный этап. Что мы получаем? Смотрите, получаем здесь обратная матрица на a от x. Что-то я сделал сейчас. А! Стоп! 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 Глупость написал. Здесь надо писать f от x. Забыл восстановить правую часть. Куда я подставляю? Неоднородная. Забыл f от x. от 1 я перешел к 2 восстановил правую часть. Это уничтожилось с этим. В левой части вот это слагаемое это столбец. И там столбец. И там столбец. Обратно существует. Ну, только что обсуждали. Находим обратную матрицу. Домножаем слева. Эта матрица умножается слева на правую часть. Отлично! у вас получается n уравнений. Каждое уравнение вы просто интегрируете. Берем первую компоненту. c один штрих равняется. Здесь некое выражение. Это столбец. Интегрируем потом. Переходим. c два штрих. Интегрируем. И все получается. Вот сейчас все рассказал. Все, что касается фундаментальной матрицы. Что нужно знать. и самое время переходить к выводу формулы Леувиля. Леувиль. Такой довольно известный французский математик. Второй половина XIX века. Вот. Ее доказывают сначала Лему доказывают. Лему непонятно. Леувиль доказал. Может быть тоже не сделал. Лем Лем лема. Лема. Матрица функций. И такое свойство. Такие свойства. Во-первых, ее можешь дифференцировать от альфа до бета. Все элементы этой матрицы непрерывно дифференцируемые функции. Второе. Второе. Не обязательно для всех x. Вот. Но напишу, аккуратно напишу, что ее можно обращать. когда некоторые x из альфа и бета. Можно обращать. Опять-таки с учетом ее гладкости этой матрицы. Если эту матрицу обратишь в точке x, то детерминант будущей непрерывной функции будет отлично от нуля на целом интервале. Мы понимаем. Теперь хочу с вами договориться, чтобы мне было немножко комфортнее рассказывать. Дело в том, что у меня очень странно в голове устроено. У меня нализают обозначения моей молодости, когда я на физтехе учился, на современные. И такой клэш возникает, потому что меня учили, что шпур матрицы А, это на физтехе было бы, это и есть сумма диагональных элементов. Это сумма диагональных элементов. Сейчас шпуры никто не говорит. Это была дань тому, что в российской математике в основном работы иностранные печатались либо во французских, либо в немецких журналах. А ни Англия, ни тем более Соединенные Штаты в начале XX века не отличались. Нет, в Англии были хорошие математики, но во Франции их было явно больше. Поэтому заимствование обозначений шло из двух источников, либо французские, либо немецкие. Ну, а современность такова, что те же самые англосаксы, они как бы заполонили своими статьями по математике весь мир, и они перешли на трейс. Так что вас-то учили трейс, это трейс. Вы, наверное, слово шпуры не знали никогда. Ну, просто говорю, у меня, потому что когда я буду рассказывать и выводить, мне каждый раз вспоминать, надо писать не шпур от трейса, это немножко утомляет. Ну, понятно, да, так что я думаю, простительно. Так вот, следующая формула справедлива, следующая формула. Пусть детерминант этой матрицы это есть функция, ну, такая, дельта от х. Тогда вот как раз шпур вот такой матрицы, смотрите, здесь будет стоять y' и он будет умножаться на y минус x. Вот эта формула. Если справимся и докажем, то формула Леувилля будет выведена на основе этой формулы. ну, да, детерминант это просто функция класса c1, дельта. Здесь она делится на дельту, вот, понятно, что есть такая точка x, где дельта от x отлична от нуля, потому что есть обратная матрица. Левая часть определена даже не в одной точке, а на целом интервале. Ну, и, соответственно, есть обратная матрица, есть производная, в общем, такая формула выглядит вполне нормально, то есть не вызывает вопрос. Сейчас будем заниматься. Значит, у меня идея такая, смотрите, у меня идея такая. значит, я возьму точку x0, предположим, x0, ну, давайте я фиксирую точку, про эту точку знаю, что у меня дельта от x0 отлична от нуля, да, и y минус 1 в точке x0 существует, конечно. существует точка x0, вот, и я напишу разложение по формуле Тейлора удерживает только линейные слагаемые, я напишу так, добавлю h, h просто число, вот, и это равняется y от x0 плюс h умножить на y' пик штрих в точке x0. И я запишу самый удобный для работы остаток формулы Тейлора, это называется маленькое о, о маленькое, точнее, так надо говорить, о маленькое, вот, завися от h. Вот, посмотрите на эту формулу, ну, в принципе, она аккуратно записана, просто надо понимать, что это матрица, это матрица, это скалерная матрица, это тоже матрица, это просто маленькая матрица. А я напомню, что, что такое о малый от h? Это произведение epsilon от h на h, где epsilon от h это как раз маленькая матрица, которая стремится к нулю, когда h стремится к нулю. Маленькое о. И по-английски также, little а также по-английски. Вот, удобно, с ним удобно работать. Теперь, значит, смотрите, я использую такой прием, это равняется y от x 0 плюс h y штрих от x 0, а тут а тут я сделал такую странную вещь. Я сюда ставлю мысль на единичную матрицу и запишу ее в виде, смотрите, здесь будет у маленькая от h. Цель такая, цель такая, вынести, здесь будет стоять единичная матрица h y' x0 на y минус 1 x0 плюс o маленькая от h, скобка закрылась, и здесь будет стоять y от x0. Теперь я считаю определитель левой части и правой части. У меня получается такая простая формула, смотрите, определитель взятый в соседней точке равняется определитель это есть та же дельта, но в старой точке. Здесь будет квадратная скобочка и я должен посчитать ну рано поставил правда, виноват, рано поставил детерминант. У тебя квадратная скобка и здесь будет стоять ровно вот это. Единичная матрица число маленькое h это вот как раз вот эта конструкция фигурирует в Лемме в начале, мы ее получили уже. Ну и стоит маленькая h. Вот так вот. Внимательно смотрите на формулу, формула честно получена. и мы можем вот это произведение матриц обозначить для краткости например буквой b и сейчас я буду показывать, что детерминант этого выражения не что иное, как величина близкая к шпуру b. Где можно написать? Наверное, можно наверху написать. Итак, у меня задачка, по сути по линейной алтебре задачка. Есть такая конструкция маленькое число h умноженное на b здесь стоит маленький остаток. А это матрица b. Чему равняется такой определитель? Значит, это сложно. Это реально сложно. И поэтому я поступлю таким. Мы все-таки на учебе, мы же не обсуждаем научную статью. Поэтому я хочу взять для начала маленькую матрицу. Вдруг это нам поможет осознать. Там b1.1 b1.2 b2.1 b2.2 Тогда посмотрите здесь детерминант вот здесь пишу матрицу всю она мне выглядит так. Плюс маленькая дальше. Придется дальше заходить. Вот. Здесь без единицы, потому что нет средств на диагонали. что мы видим? Вот ровно то, что предлагалось, что получится шпур. Потому что когда вы читаете определитель умножаете дегональные элементы руку, да, 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 хорошо. В чем вопрос? Просто задавайте голосом. там не видно верхнюю строчку. А верхнюю строчку слишком высоко ушел. Ладно, сейчас виноват. Сейчас просто перепишу заново все. Матрица B видна, да, матрица B? Да. Матрица B, а тут я пишу ниже. Вот так устроена видеокамера здесь. она вообще двигается. Нет, лучше ее не трогать. Я уже наблюдал тут техники, они вроде бы грамотные технические люди. Они становятся ногами на стол и начинают ее вот так туда-сюда тормошить. Она не двигается, она застыла. Значит, Здесь стоит внешняя матрица HB, и хвостик маленький. Вот так. Значит, это вот что такое. Палочки означают определитель, мы помним. Здесь стоит 1HB11 плюс O малый от H. Здесь стоит HB12 O малый от H. Здесь стоит HB21 плюс O малый от H. И здесь стоит 1 плюс H B22 плюс малый этаж. Идет расчет определителя. Собственно, ниже я могу вот нижняя формула только важна. Это уже мы все проверили. Что мы получаем? Что мы получаем? Мы получаем следующее выражение. Смотрите, у нас будет единичка. единичка. Она сейчас уйдет. сейчас уйдет. А зачем мне скобка? Скобка не нужна. Единичка плюс H на шпур B сложилось B11 и B22 то, что надо. минус H квадрат B12 B21 и плюс U маленькая от H. Но сюда можно подключить это, потому что H квадрат и маленькая от H. Все видят, смотрятся. Вот такой результат. Значит, понятно, что когда смотрите, мысль такая. Вот эта формула, которая сейчас скажу, эта формула а стоп сейчас они все правильно так да 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 все все хорошо все хорошо. Значит, смотрите, вот это выражение равняется 1 плюс шпур B 1 плюс шпур B на H как здесь плюс маленькая от H. Так? Если это правда, мы сейчас убедимся еще раз, то тогда я могу посчитать вот такое отношение. Смотрите, деленное на H. Мы же знаем, что когда H стремится к нулю, мы в пределе получим дельта штрих в X0 мы же знаем. Так? Вот. Тогда если я напишу числитель, у меня вот эта единичка уйдет, потому что вот она стоит. Итак, что я вижу? Вот если эта формула верна, и вот это определить равен вот как написано, то в пределе дельта штрих в точке X0 деленное на эту дельту и будет в пределе шпур B. Итак, все дело вот за этим. Показать, что определители вот такой конструкции, содержащей H и более высокой степени H, что этот определитель равняется вот этому выражению. Начинается единички. Для матрицы второго порядка уже доказано. Я перемножил диагональный и вычел эти. Эти, когда вычитаю, у меня H квадрат. Вот. Слагаемый я подстыковываю его маленьким. Вот. А здесь, естественно, ну, здесь есть свой квадрат, когда вот это слагаемый на это умножается, получается квадрат. я туда же уберу его. У маленького. Главное, что получается вот такое выражение в пределе, да, если H стремится к нулю, это быстрее стремится к нулю, это быстрее стремится к нулю, а это линейные слагаемые по H. Вы мне можете сказать, так здорово получилось только для матрицы второго порядка. но я вам скажу, что если я возьму матрицу B3 на 3, так, давайте я не буду лениться, я просто напишу матрицу 3 на 3 вот здесь. Значит, матрица B у меня там B1, 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 B3, 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 B2, B2, B3, 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 B2, B3, B3. Так? Значит, здесь появится единичка, а это умножается на H. Единичка умножается на H. Когда я считаю определитель вот такой же, только 3 на 3, мой подсчет определителя, я знаю, что будет в формуле шесть слагаемых. В формуле будет. Мы все это знаем прекрасно. Определитель третьего порядка вычисляется по элементам матрицы непосредственно. Шесть слагаемых. Только одно слагаемое будет являться произведением диагональных членов. Только одно слагаемое. Входящее в формулу для шести. Надо будет учиться. Особенно противно, когда посреди ночи. Недалеко от кровати лежит. Я думаю, кому не спится. Еще раз. Одно единственное слагаемое – это произведение диагональных элементов. И когда вы это произведение рассчитываете, вопрос. Слагаемые при h в первой степени как выглядят? Это ровная сумма всех диагональных элементов. b11, b22, b33. Ровно один. Все остальные содержат квадраты h. И они попадают в омалое. Но что самое интересное, когда вы начинаете считать оставшиеся пять членов, каждый из этих членов, это произведение трех слагаемых, трех множителей. Из них два множителя не лежат на диагонали. А раз они не лежат на диагонали, у них единички нет. А зато есть h. То есть вклад в детерминат таков. Начинается с единицы. Дальше идет шпур, след матрицы умноженной на h. А дальше все слагаемые либо о маленькой от h, либо h квадрат. И вы их заводите в о маленькая. И они исчезают в пределе. Вот. Таким образом, это верно для матриц любого порядка. Просто надо вспомнить, что есть формула непосредственного вычисления элементов детермината по элементам матрицы. Но там какое количество слагаемых будет? n факториал. Для матрицы n на n. Там n факториал. И все равно, за исключением одного единственного произведения диагональных элементов, которое, собственно, и дает вклад в виде шпура, все остальные как минимум содержат два множителя в нележащем диагонали. То есть там h квадрат обеспечен. Так что эта формула имеет общий характер. Но для матрицы второго порядка это довольно очевидно. Так, вопросы по выводу. То есть лемма доказана. Лемма доказана. И мы сейчас ей воспользуемся. Вот. Хорошо. Нет вопросов? Илья, нет вопросов? Нет. Хорошо. Теперь сама формула Леу-Вилля. Сама формула Леу-Вилля. Вот так формула Леу-Вилля. Это теорема. Ее название формула Леу-Вилля. Пусть в Рынскеан фундаментальная матрица решения. Система. Система. Система 1. Давайте я постанавливаю. на у до х. Это произведение. То есть формула позволяет признание в Рынскеана в одной какой-то точке найти значение Рынскеана в произвольной точке. Вот в чем ценность этой формулы. Так, сейчас мы видим. Возьмем. Потемнее. Сейчас мы видим. Значит, вот формула, которая только что доказана. В этой формуле мы возьмем не у от х, какую-то матрицу, функцию. А именно фи от х. Именно фи от х. В таком случае что мы получим? Давайте восстановим. Вот фундаментальную матрицу, когда подставляем. Вот она, фундаментальная матрица. Если подставляем в систему, у нас выглядит вот так. Еще раз. Вот поэтому я перебрасываю, уже делаю сегодня, вот сюда, обратную матрицу. У нас получается а от х равняется фи штрих от х на обратную фи минус 1 от х. Собственно, здесь я заменяю на фи штрих в точке х 0, а это фи минус 1 в точке х 0. И моя формула, вот эта формула, позволяет подставить. Вот. И я получаю, соответственно, ну, точку х 0 я могу заменить на другую, лишь бы... Ну, меня спасает то, что Вернскиан, составленный по фундаментальной матрице, нигде не обращается в 0. Нигде не обращается в 0. Я могу брать любую точку х. Вот. Ну, например, произвольную точку беру. Да, только теперь еще такой момент важный. Я меняю обозначение. Эта дельта была из леммы. А теперь у меня Вернскиан стоит. У меня стоит дублевый штрих. В точке х. Здесь стоит W в точке х. Так. И это шпур матрицы А от х. Вот что я получил. Но это пока еще не эта формула. Понятно, что мы сейчас ее получим. Да, мы сейчас ее получим. Значит, как мы ее получим, сейчас посмотрим. Проинтегрируем, конечно. Конечно, мы эту формулу проинтегрируем. Итак, если я интегрирую левую и правую часть. И вот я делаю так. Ну, хорошо. Точку х0 мы зафиксировали все-таки. Так. Вот. Значит, здесь стоит х. Здесь стоит отношение. Дублевый штрих. На W от х. Справа будет тоже интеграл стоять. Ну, в принципе, тут можно вместо z буквы x писать. Я думаю, что путаницы никакой не будет. Обычно предпочитают переменную интегрирования обозначать другой буквой, нежели верхний или нижний предел. Так обычно. Но это не обязательно. Я, например, могу сейчас написать x. и мне за это ничего не будет. Так. x0x. Ура от x до x. Так. Что мы получаем в левой части? Что мы получаем в левой части? В левой части мы получаем ln. Стоит модуль. Сейчас, милочку. Стоит модуль. Какой-то модуль очень высокий у меня оказался почему-то. Вот. Но здесь надо взять пределы интегрирования. x0, а здесь x. Здесь ничего не поменялось. Здесь ничего не поменялось. Вот. А тут мы получили разность логарифмов, которые я переделываю вот в эту формулу. Логарифм. Здесь будет стоять как раз высокий модуль, потому что здесь w от x делится на w от x0. Так. И здесь стоит вот это вот. Вот. Значит, не знаю, учили вас такому слову в школе, когда вы проходили логарифмы. Операция, противоположная взять у логарифмов, называется потенцирование. Никто не знает. Я кого не спрашиваю, никто не знает. Это, видимо, в мои годы. Это мы учили. Сейчас потом потенцирование. В английском же есть такое глагол потенцирование. Вот. То есть вы e возводите в степень. Вот если вы... Ну, само действие понятно, да? Значит, смотрите. Если я это возьму, значит, у меня... Смотрите. Модуль я могу не писать. По понятной причине, да? Потому что у меня справа стоит выражение всегда положительное. Это e в степени. Поэтому модуль я снимаю. И вот формула получена. Вот она получена. Брандскиан в произвольной точке равняется Брандскиану в какой-то точке умножить на экспоненту x0x. Ну, давайте сменим, да, на z как там. Ну, в общем, формуле ввели выведено. Так, потому что е, е снимается логарифм, мода раскрывается, потому что всегда положительно. Вот. Вот так вот. И такое интересное наблюдение. Такое интересное наблюдение. Если наша система решений была найдена ошибочно, в том смысле, что они все решения, но может быть одно или больше вот этих частичных решений не образует фундаментальную систему решений. Вот. Что у вас получается? у вас получается, что Брандскиан, построенный по линейно-зависимой системе решений, тождественно равняется нулю. Но это тоже правда, потому что какой бы x вы ни брали, в частности, x нулевой вы ни брали, у вас это стоит 0, и это тоже 0. И, в частности, если вдруг вы посчитали Брандскиан, и он оказался нулем в одной точке, знаете, что... Ну, это у нас было предложение номер 3. Знаете, что Брандскиан у вас будет везде 0 тождественно, и эта система не является фундаментальной, там явно ошибочной. Надо еще раз пересмотреть эти столбцы, как они устроены. Вот так. Хорошо. Дальше продолжаем. Значит, у нас следующий... Следующая тема это уравнение n-ого порядка. Систему мы завершили. Систему. Систему мы завершили. Итак, значит, сегодня у нас это будет под номером 3. Вот. Уравнение n-ого порядка оно здесь написано. Пусть будет оно неоднородным. Что мы знаем про коэффициенты. Они все непрерывные функции. Ну и правая часть тоже. Правая часть тоже. Задача решения такого уравнения ставится. Или же решение задачи Каши. Решение задачи Каши. Значит, как ставить задачу Каши? Надо задать n начальных условий. То есть, надо задать саму функцию в точке Х0. Пусть это будет Y0. И ее производный вплоть до n-1. Это, например, Yn-1. Сейчас мы увидим, что для такого уравнения тоже справедлива теорема существования единственности. Потому что мы установим очень важный факт. Оказывается, между такими уравнениями и некоторыми системами есть очень тесная связь. Точнее, буду говорить, что одна задача эквивалентна другой задачи. Поскольку в нмерном случае все вот эти нарисованные матрицы утомительные для анализа, мы начнем с простого. Мы вернемся к этому уравнению n-ого порядка спустя какое-то время. Но сначала мы рассмотрим уравнение второго порядка. уравнение второго порядка. И наше уравнение будет выглядеть так, естественно. Есть коэффициент a1 от x, есть коэффициент a2 от x, и здесь стоит правая часть от x. Вот такое утверждение. Тоже предложение. Это уравнение 4. Уравнение 4. Эквивалент на системе 1 от x. Где y1 от x равняется y от x, а y2 от x равно y штрих от x. Вот такое предложение. Записанное вот в такой форме, оно почти очевидно, потому что, смотрите, что здесь сделано. Эквивалентность понимается следующим образом. Предположим, мы нашли решение уравнения 4. Тогда, если мы ведем вектор-функцию, следующим образом. Первая компонента – это сама функция y от x, а вторая компонента – y штрих от x. Тогда, как нетрудно проверить, мы составляем вот такую систему второго порядка, и мы ее читаем построчно. Что означает из себя первая строка? Смотрите, здесь написано y штрих равно чему? y2. Ну, это ровно то, что я предложил. Просто обозначить. Ну, то есть, это очевидная вещь. Вот она написана здесь, и она попала в систему, как первая строчка. Вторая строчка. Это вторая производная y2 штриха. Мы видим. Потому что y2 – это y штрих, а тут стоит ее производная, значит, y2 штриха. Чему равняется y2 штриха? Вот ровно этому и равняется, потому что просто нижняя строка – это переписанное уравнение, когда вот эти слагаемые принесены вправо. Вот и все. То есть, вот эквивалентность в одну сторону. Стоит мне найти решение, и это решение будет решением системы. В обратную сторону. Я написал эту систему. Так, и я ее решил. Вот. Все, что мне нужно знать, мне нужно, хотя я в качестве решения получил столбец, взять только первую компоненту y от x. Почему? Потому что первая компонента, она как раз является решением этого уравнения. Потому что надо посмотреть на нижнюю строчку и убедиться, что здесь стоит y2 штриха, и просто еще раз переписанное уравнение. Ну, в каком порядке? Слагаемые перенесены в правую часть. То есть, что это говорит? Говорит о том, что эти две задачи полностью эквивалентны. И более того, я взял, чтобы была матрица маленькая второго порядка, я взял только уравнение второго порядка, а я мог взять уравнение n-ого порядка. Просто матрица больше. Это матрица n на n, но она всегда устроена одинаково. Вот, например, если у нас уравнение третьего порядка, значит, какую я нахожу систему? Я нахожу систему такую. У меня стоит y1 штрих, y2 штрих, y3 штрих. Здесь стоит самое интересное построить матрицу. Так, здесь стоит y1, y2, y3. И по такому же принципу самая ценная строчка – это самая нижняя строчка, это самая ценная. Она содержит информацию про уравнение. Вот, поэтому здесь будет стоять 0, 0, f. Что здесь будет? Здесь будет так, смотрите. Здесь будет 0, 1, 0, 0, 1, минус а3, минус а2, минус а1. Так. Давай. Как она читается? Она читается так. Значит, y1, здесь так. Конечно, y1 – это y, вот это y. Ну, точнее, уравнение третьего порядка, который я просто не написал. y2 – это y штрих, y3 – это y2 штриха. Тогда вот это есть, конечно, y3 штриха. И вот это написано, есть y1 штрих равно y2. Значит, y1 штрих. y1 штрих равно y2. Да, конечно, вот написано, это y штрих. Потому что y1… Правильно написал? Да, все-все правильно. y2 – это y штрих. Конечно. Вот оно и написано, что вот это у меня y штрих и равняется y штрих. Ну, то есть это тождество. И вторая строчка является тождеством. А вот третья строчка, она переписана и уравнение третьего порядка в таком виде. И так всегда. Всегда. Это сильно экономит ресурсы наши, потому что мы можем сказать так. Какие факты общего характера нам нужно воспроизвести для уравнений? Ответ. Все те же самые, которые для систем. Ну, например, теорема существования единственности задачи Каши. Ведь у систем… Как мы начальный вектор пишем? По системам начальный вектор – это y в точке x0. И это первое. Это второе. y2 в точке x0. Это начальный вектор для систем. Вот. Но здесь-то какой начальный вектор? Здесь начальный вектор следующий. Смотрите. y надо взять в x0 и y штрих надо взять x0. То есть задача Каши для Рейн-4 так и записывается. Пусть задано y в x0 как y0 и пусть задано y штрих в x0 как y1. Это будет задача Каши. То есть при таких начальных данных задан начальный вектор для системы. Ну, то есть такое полное соответствие. Вот. Таким образом, вот, например, если брать конкретно 4 или даже 4 штрих, предположим, потому что у нас добавилось к уравнению еще начальные данные, можно утверждать, что решение такой задачи существует на любом отрезке от альфа до бета, и оно единственное. Оно единственное. Просто ссылаясь на эквивалентную систему. Поэтому я сейчас хочу посмотреть, стоит ли что-нибудь проговаривать по уравнениям. Сейчас посмотрим. По уравнению. Да, да, немножко, немножко, чуть-чуть поговорить, хотя тут все, все, все упирается в эквивалентность систем и уравнений. Но, тем не менее, смотрите, такой важный момент. Для уравнений можно вводить францискиан? Ведь францискиан же это определитель матрицы. Можно. А как это делается? Очень просто. Напишите любое уравнение, любого порядка. Ну, здесь второго порядка. Напишите. Так. Воспроизведите эквивалентную систему. Вопрос. У этой системы решение в виде вектор функции как выглядит? Если вспомнить, если вспомнить, что эти компоненты, они как бы искусственно образованы. То есть первый компонент это сама функция, а вторая компонент это ее производная. тогда напрашивается логичный вывод, что если вы работаете с системами, у вас, например, для уравнения второго порядка будет какой определитель? Вот такой будет. Здесь будет стоять Y. Ну, например, первое решение Y1, здесь второе решение Y2, а тут производные. Почему производные? Потому что так устроены компоненты матрицы. Итак, смотрите, вот здесь появилась в Ранскиан система из скалярных функций. Вот скалярные функции, а это их производные. Ну, и аналогичный принцип. То есть вы можете составить в Ранскиан для системы скалярных функций просто по этому принципу. Давайте напишем. Вот, значит, общий вид в Ранскиана для скалярных функций. Как выглядит? Ну, то есть обычно мы подставляем решение уравнения, но можем все, что угодно подставлять. Смотрите. Устроится такое. Значит, в Ранскиан n-ого порядка. Да, значит, пишем скалярную функцию первую, вторую, n-ую и последовательно дифференцируем строчки и идем в самый низ. То есть вторая строчка вот такая. пропускаем и доходим до какой порядок? Ну, должно быть n значение, поэтому это n-1, нулевая производная. И стоит yn n-1. То есть вот никаких хитростей нет. Как строится в Ранскиан, который раньше был определен для вектор функций, а теперь он определен для, соответственно, системы скалярных функций. вот. Ну, и все вот эти предложения, которые я доказывал, 1, 2, 3, они, конечно, справедливы и для системы скалярных функций. То есть принцип какой? Значит, если система скалярных функций линейно зависима, такой Ранскиан будет тоже действительно равняться нулю. И понятно, почему. Вот, ну, можно сослаться на эквивалентность или можно непосредственно доказать. Теперь, если такой Ранскиан хотя бы в одной точке отлично от нуля, система скалярных функций линейно независима. Вот, теперь, если это решение уравнения n-ого порядка, ну, которое было написано общее уравнение, стерто, вот, и Ранскиан обращается в ноль хотя бы в одной точке, то система этих решений линейно зависима. То есть все это сохраняется. все эти результаты сохраняются. то есть результаты, полученные для матрицы. Хорошо. Да, значит, теперь мы вводили фундаментальную систему решений для систем. Конечно, есть фундаментальная система для уравнений. Так, она содержит ровно n-функции. И для таких фундаментальных систем, вот этот францискеан написанный, он будет отличен от нуля во всех точках, это само собой. Вот. Как будет выглядеть общее решение уравнения? Естественно, если фундаментальная система получена, и так, фундаментальная система это набор из n-функции, это фундаментальная система. Вот. Понятно, что у нас решение скалярные функции, а у систем векторные функции. Вот. В этом большая разница. Вот. Ну, понятно, что любое решение уравнения будет выглядеть таким образом. y будет равняться линейной комбинации c и t на y и t от x. Где y и t это как раз функция из этого списка. Так, Значит, теперь давайте я вам покажу приложение. А, нет, одна вещь очень ценная для решения домашки. Решение домашки номер 5. Если вы откроете домашку номер 5, там есть такая необычная задача. То есть, все, кто меня сейчас смотрит, ну, в онлайне пока один человек, Илья, вот, может, кто-то еще подсоединится, значит, у них будет такой бонус. Я могу рассказать идею решения одной задачи. Ну, просто идею. Идея основана на применении в Рынскеан. Вот, смотрите. Такой интересный вопрос. мы выбрали систему линейно-независимых функций, скалярных функций, состоящую из n-уравнений. как составить дифференциальное уравнение того же порядка, то есть n-ого порядка, фундаментальными решениями, которые являются данные функции. То есть, по знанию фундаментальной системы попробовать составить уравнение n-ого порядка. Как это можно сделать? Смотрите. Идея очень интересная. Идея стоит следующая. любое решение данного уравнения есть не что иное, только что стеркнет. Есть не что иное, как линейная комбинация фундаментальных решений. Тем самым, если вы посмотрите, вот эта матрица, которая написана здесь, она n-ого порядка. Она n-ого порядка. А что если вы сделаете следующее? Вы составите в Ренскиан вот такого вида. Смотрите, вы составите в Ренскиан вот такого вида. Я когда пишу W от X, это некая экономия усилий. Все прекрасно понимают, что от выбора точки в Ренскиан будет зависеть, потому что Ренскиан это функция. Но в некоторых книжках, когда это существенно пишут, на основании каких функций получен в Ренскиан. Например, то, что написано здесь, можно записать так, что это есть W, куда вставлены функции Y1 и так далее Y. Бывает иногда квадратные скобочки в книжках, но не важно. Пусть будут круговые скобочки. Вот так. Смотрите. Вот так пишут ленивые люди W от X. Писать одну букву совсем это совсем лениться. Аргумент надо написать, но вот эта запись лучше, потому что она говорит, что, собственно говоря, смотрите, если вот это написано, вот это вы всегда напишите сами, потому что это стандартный Вранскиан, образованный на базе n-сколярных функций, а принцип понятный. Первая строчка это все эти функции, а потом постепенно дифференцирует. Теперь вопрос такой. Значит, утверждается следующее, что мы получим это дифференциальное уравнение, если составим Вранскиан порядка n плюс один. На базе неизвестной функции y и все остальные функции вы напишите и нулю приравняете. Потому что здесь логика такая. Значит, решениями этого диффура являются те и только те функции, которые раскладываются в линейную комбинацию фундаментальных решений. Вот какая идея. Так? Я вам еще не все рассказал, потому что на самом деле вы должны немножко подумать. Вот. Дело в том, что мы интересуемся уравнениями, у которых старший коэффициент равен единичке. Вот как здесь написано y2' умножить на единицу. Там больше ничего нет. Понятное дело, что если вы напишите такой вранскиан и будете раскладывать этот вранскиан предположим по первому столбцу, у вас y нет, смотрите, значит так, я иду сверху вниз по столбцу номер один, столбец номер один. В самом низу у меня стоит n-ая производная. Так? n-ая производная. И я эту n-ую производную умножаю на ну, с точностью до знака умножаю на какой определитель, который получается вычеркиванием первого столбца и последнего строка. А что это такое? Это есть вранскиан предыдущий. Получается интересная идея, что вы должны записать вот такой вранскиан и чтобы привести старший коэффициент к единице, поделить этот вранскиан на вранскиан этот и вы получите уравнение. Вот такое интересное. Ну, может, не очень понятно, но подумайте, подумайте над этим. Вот базовая идея такая. Знание фундаментальной системы решений посредством вранскиана дает возможность вывести уравнение, решениями которые являются вот эти функции. Хорошо. Значит, я предлагаю сейчас решить просто конкретную задачку. Я хочу вам продемонстрировать, как используется формула Лиу-Вири. Решить для х больше нуля. Вот такое уравнение. Смотрите. 2х2у2' минус х плюс 4 у' плюс 1 плюс 4 на х на у равняется 0. Значит, уравнение второго порядка. Правда, коэффициент при старшей производной единичка, но это поправимо делением на 2х все как раз приводится к стандартному виду. Вот. Значит, как его решать? Как его решать? Смотрите, идея такая. Начало сложное решение. Значит, в каких-то простых случаях это считается простым уравнением достаточно. Можно подбирать частные решения, подбор. Вот подбор на чем основан? Значит, ну, конечно, подставить константу сюда это ничего не получится, потому что константа обнуляет это слагаемый, это слагаемый, это ничего не получается. Но вы можете подставлять какие-то простые маномы, знаем, что отличают полиномы, там, х-степень альфа, маленькая альфа, или экспоненту, какие-то базовые простые функции. Вот здесь, например, вы легко увидите, если вы подставите х, если подставите х, то это 0, это минус х минус 4, а здесь скобочки раскрываются, получается х плюс 4, и они компенсируют друг друга. Здесь подбор решения очень простой. Таким образом, у меня есть уже одно линейно независимое решение, я сказал смешную фразу, я думаю, что оно будет линейно независимое решение, но просто оно одно, пока я не могу заявлять, у1 равно х. Теперь применение формулы Льювиля позволяет найти общее решение. Смотрите, вспомнив формулу Льювиля, смотрите, формулу Льювиля выглядит таким образом. Сюда мы выписываем линейно независимое решение. Вот, например, так. Это уже у меня есть решение. Я пишу у1 у1 штрих. Ну, не хочу писать х, потому что то, что я пишу, имеет общий характер. То есть, если не было бы х, было бы какая-то другая функция. Сразу это правильно. А сюда пишу неизвестную функцию у у штрих. Неизвестную функцию. Так? И что я имею? Значит, я имею давайте w от x0 и мы обозначим просто какой-то константой c, потому что мы не знаем. Константа c. Так? Здесь экспонента. И, наконец, самое интересное. Наконец, самое интересное. Мне надо вывести формулу Льювиля уже не для решения систем, а для решения уравнений. Но у нас есть эквивалентность. Так? Скажите, пожалуйста, шпур той матрицы a, которая эквивалентно написана, описывающая уравнение второго порядка, чему равняется? Я вам скажу, минус a1. Там минус a1, потому что вот стандартное. Да, единственное, смотрите, когда будем пользоваться формулой Льювиля, поделить на 2x. Не забыть, это уже будет ошибка. Поделить на 2x. Потому что там так, формуле Льювиля, вот у у вас есть a1 от x y штрих плюс a2 x y равняется нулю. Какая там была матрица? Там была матрица такая, 0, 1, минус a2, минус a1. Их надо сложить, и тогда получается такая формула, смотрите, здесь получается формула минус x, 0, x, и здесь будет стоять a1 от z d z. у нас a1 это вот со знаком минус это коэффициент. Я уже поделил на 2x, поэтому это минус это минус, минус сейчас уберется при подстановке, минус 1,2 плюс 2 на x. В нашем конкретном случае мы работаем с этим уравниваем работаем. Так, значит, еще раз, давайте перепишу еще раз. У меня формула выглядит так. Я могу написать здесь x, здесь 1, ну, давайте поменяем. Здесь неизвестная функция y, здесь ее производная, здесь стоит константа, мы пишем e, и здесь у меня стоит интеграл, может быть, раз я написал константу c, уже неопределенный интеграл. Он будет выглядеть так, значит, 1,2 плюс 2 на x dx, например, да, вот, это c на e в степени x пополам, это даст мне два логарифма, по-моему, это x квадрата, по-моему, так получилось, смотрите, вы проверяете, с точки зрения интегрирования, все ли там хорошо, e в степени с пополам точно есть, 2 на логарифм, обратите внимание, модуль не нужен, потому что x больше 0 по условию, 2 на логарифм, и двойка уходит логарифм, как x квадрат, по-моему, все правильно, по-моему, все правильно. Так, теперь смотрите, это еще не все, это еще не все, ситуация следующая, я не упростил вот этот определитель второго порядка, вот, значит, как он выглядит, он выглядит так, это из себя представляет y штрих умножить на x минус y, теперь смотрите, какой ход, я, если поделю левую и правую часть, это стандарт, это стандарт, делить надо на y один в квадрате, в данном случае это x квадрат, если я делю на x квадрат в этой формуле, то, то, что написано здесь, является вот чем, смотрите, это dpdx y поделить на x, проверьте, когда вы дифференцируете частное, у вас x квадрат, y штрих на x минус y, и вы должны проинтегрировать левую и правую части, левую и правую части, значит, когда вы интегрируете, у вас получается так, y, это общее решение, делить на x, так, равняется, ну, там экспонента и произвольная константа c, я могу сохранить c, то же самое, x пополам, пусть это будет c1, а это будет c2, так, и осталось умножить на x, c1, e в степени x пополам на x, плюс c2 на x, это общее решение, я все проинтегрировал, я понимаю, что здесь много очень этапов, очень много этапов, но, значит, смотрите, еще раз, еще раз, значит, как работает, это будет центральный момент на наших семинарах, скоро, центральный момент, то есть вас будут учить семинаристы, как интегрировать такие уравнения второго порядка с переменными коэффициентами, если удалось подобрать частное решение, вот, принцип такой, важно подобрать частное решение, и тогда формуле Лью Вилля вы пишете вот так, вы пишете, это частное решение, здесь его производное, здесь произвольное решение, ее производное, и это c на экспоненту минус, можно считать неопределенный интеграл, здесь будет стоять а1, ну там, от z, dz, вот формула, вот формула, то есть одно, только не забыть, очень часто приходится решать задачи, у которых старший коэффициент не единица, после подбора частного решения, не забудьте поделить на старший коэффициент, это должно быть единица, потому что мы искали эквивалентную систему для уравнения новопорядка, где старший коэффициент был единица, это важно, вот, смотрите, это легко интегрируется, ну давайте, от x0 до x, чтобы была функция от x, вот, а здесь прием такой, если мы делим эту формулу на y1 квадрат, здесь и здесь, y1 квадрат, то вся эта комбинация есть не что иное, как d y поделить на y1, это полная производная, pdx, это полная производная, слева, слева стоит всегда полная производная, а это конкретная функция, поэтому вы интегрируете левую часть, правую часть, надеясь, что интегрирование не будет сложным, и добавляете констант интегрирования c2, все, вот общий принцип, вот такая идея, вот как работает формула для уравнения второго порядка, ну, выше второго мы не рассматриваем, так, ну вот, сегодня все поговорили, все обсудили, по-моему, вполне полезно, мне кажется, да, жалко, что мало ходит вас, вот, а как-то, почему-то на ПМИ народ не очень интересуется теорией, но я сейчас, вот я в этом году рассказываю по-другому, чем в прошлом, я в прошлом году людей замучил, доказательный теорем просто, я понял, что я просто перегнул палку, что называется, сейчас я уже меньше доказываю теорем, ну, пока, я не слышала все же, иначе, а не назначил поискот, пока вот sciences, но я уже помню, вот, и не победу contemplаться, но на коньме, я не знаю, ну, Тут как над Lei оригинутриру, そうですね, вы coincidentULTest, и уникальный поисоков, они поскольку они неизб剛剛-с cu Stevenson прослушал président, как об octopus в виде гитонам, Продолжение следует... Продолжение следует...